Добрый день, уважаемые коллеги! Такой несколько смежный для специальности доклад, однако я надеюсь, будет всем интересно, потому что это действительно довольно большое поле для совместной работы, совместного сотрудничества и возможности довольно хорошего роста. Уже почти два года мы работаем с Павел Васильевичем на эту тему и хотелось бы показать наш опыт, наше мнение, и наши мысли на этот счет. Эти свайды вы сегодня видели. Два свайда, я честно признаюсь, у Крава Павла Васильевича, но без них никуда, потому что с момента изобретения открытия рентгеновского излучения и до момента первого заседания клиники нервных и душевных болезней в Императорской военной медицинской академии в Санкт-Петербург прошло несколько месяцев, где уже была вехтем озвучена Илья Михайловичем предпосылка о том, что это будет технология, которая позволит увидеть сосуды, соответственно, в головном мозге. Мониш, известный всем, совершил первую церебральную ангиографию в 1927 году и, к сожалению, за это Нобелевскую премию не получил. Он получил зооботомии, которые влияли довольно обширно на культуру в психиатрии нашей. Но, тем не менее, это очень значимое открытие, которое позволило увидеть, соответственно, сосуды, поскольку головный мозг – это замкнутый в костных структурах паранхиатозный орган, и его визуализация всегда была сложна. В данном случае это была ангиография, до этого пневмоэнцефалография, варианты были и куча других жестоких методик. Тем не менее, Мониш это сделал, и это поступило шагом для дальнейших наших действий. В 1949 году Ларс Лексел сделал свою рамку для стереотоксических вмешательств, которая имела свой радиальный принцип и полярная система координат для того, чтобы выполнять стереотоксические вмешательства на головном мозге. В первую очередь, они использовались на тот момент для обляции газового узла, то есть для каких-то около костных образований для лечения трегиминальной неврологии. На современном этапе у нас есть принципиально две большие технологии. В нейрохирургии – это рамная и безрамная навигация, и рамная навигация, понятный принцип фиксации на черепе отметка углов, и безрамная навигация, которая может быть оптической, может быть электромагнитной. Это не принципиально, и, скажем так, это позволяет нам выполнить те же самые вмешательства. Однако у этих обоих методов есть одно большое ограничение – отсутствие возможности интероперационного этапа сканирования. Как мы это делаем? Стандартный абсолютно принцип для всех ремин-хирургов, который известен – это планирование точки входа, это выполнение доступа. В данном случае мы должны пройти через костную ткань, поэтому здесь бором двух миллиметров делается трасса по направляющей лазерной. Можно сделать большое фрезевое отверстие, обычно стандартное, через которое также выполнить вмешательство. Дальше мы вводим иглу в нужную нам заданную глубину по траектории, контролируемся в боковых проекциях и забираем материал. Вот наша стандартная нейрохирургическая биопсийная игла, двухпросветная, с двумя контурами, внутренний контур выполняет функцию срезающего, получаем столбик ткани. Стандартно мы берем 5 таких столбиков ткани, но если нам очень страшно, или мы какое-то глубокое новообразование, или мы получили кровь, тогда одного-двух столбиков достаточно для верификации заболевания. Наш опыт за эти два года – это 72 пациента. Большей частью это были пациенты с глиальными опухолями головного мозга. Треть от этих пациентов, почти что третий – это пациенты с первичными лимфомами центральной нервной системы и небольшое количество других пациентов – цифолида, иммунизация, гистецитозы и одиночный метастаз. В 98% из 6 случаев мы получили материал гистологический, только в одном ответе у нас нету, не информативная была биопсия, после чего был подтвержден диагноз уже на открытом хирургическом вмешательстве и одно симптомное осложнение за эти сроки. Плюсы, которые мы в этом видим, очень важный интероперационный этап сканирования, о котором многие сегодня говорили, мы видим, откуда мы взяли материал, и в случае головного мозга, с учетом того, что это наркоз и довольно опасное вмешательство, повторно делать биопсию не очень безопасно, к тому же это повышается риск инфинционных осложнений. Также это такая штука, называющаяся брейншифт, это смещение головного мозга, связанная с дренированием ликвара из субархинодальных пространств, что тоже может изменить положение небольшого размера на образование и значимо изменить качество нашей биопсии. Контрастирование в режиме онлайн, в данном случае приведен вариант внутривенного контрастирования в сравнении с МРТ. Мы видим, что картинка в целом примерно такая же, как и есть, но это то, о чем говорил предыдущий докладчик, это то, что, что называется, за время пути собачка могла подрасти, опухоль могла измениться, а в случае лимфом ЦНС, они имеют свойство на дексаметазоне, которая подчинка там нередко назначается, рассасывается и уменьшается в размерах, что может перести к неинформативному вмешательству. Хорошая точность, которая позволяет нам выполнить глубокие вмешательства, в данном случае опухоль таламуса, передних отделов его, здесь видно, получится, да, у меня с указкой сработать, получится, вот. В данном случае мы видим, здесь фиксирующая площадка была использована для того, чтобы точку входа зафиксировать, и это не фрихенд-технология. Доступность опухоли, биопсии опухоли задней черепной ямки. Мы видим, вот здесь у нас место после забора материала, в данном случае это был демилизирующий процесс острый пациентки, что для рамной навигации, в принципе, очень тяжелая ситуация, поскольку уложить пациента на животе, с фиксированной рамкой на голове, очень трудно, а для безрамной навигации, мы появляемся процессы на сложности в регистрации пациента, поскольку нужно будет делать исследования с метками, не всегда адекватная система регистрирует пациента, лежащего на животе, поскольку зона лица нам недоступна, это то, на что основываются принципы регистрации оптической навигации при оптической системе. Осложнение. Сама по себе биопсия мозга – это очень сложная и опасная манипуляция с летальностью до 1%, и есть определенные предикторы этих осложнений, как правило, это возрастные пациенты, повторные процедуры, агрессивные опухоли и поражение ствола головного мозга. Я взял, есть довольно большой материал, полутора тысяч биопсий, в котором было без симптомных осложнений 25% осложнений, в целом из них без симптомных 88% – это небольшие капли крови, которые были в зоне забора, и 3% симптомных осложнений. Поэтому самый важный момент на самом деле, что в течение первых 6 часов произошло 70% осложнений. Это те осложнения, которые можно было бы выверить на столе фактически, то есть, если бы мы это сделали исследование интероперационно. Тут пример нашего осложнения, разница между этими снимками, между сканированием 10 минут. На левом снимке вы видите расположение средней линии, оно было немножко смещено уже. Получается, не получается, видно? Да, видно. Вот, средняя линия снимки сделана через 10 минут, вы видите компримирование левого бокового желудочка, наросло смещение, и здесь появилась субдуральная гематома. Как пациенту срочно выполнили декабрессивную трепанацию черепа, пациент после этого выжил, к счастью. Немножко о гибридной хирургии. Да, это была предыдущая часть доклада на тему стереотоксических биопсий. Что же говорить о не диагностических, а лечебных манипуляциях? В данном случае открывается возможность выполнения симптоматических вмешательств при крупных кистозных метастазах. Это метастазы, которые довольно сложно оперируют ввиду их структуры. При процессе разделения паранхиеноголовного мозга вот эта стенка, она не имеет никакой плотности, стенка метастаза. И содержимое метастаза заливается по субаркноидальному пространству, что не очень хорошо в плане консерматоза, и в целом снижает возможность радикальности этой хирургии, поскольку мозг складывается в эту полость и приходится изнутри условно скажем так это выскабливать и обсасывать эти стенки данного образования. Но это повышает риски все-таки оставить что-то там. В данном случае пациент с симптомным метастазом в левую лобную долю видите довольно выраженный периферкальный отек, небольшое смещение была выполнена пункция этого метастаза нашей иглой. Соответственно дренирование метастаза через иглу для того, чтобы исключить диссеминацию опухоли. И как вы видите в общем суммарно в этом случае было порядка 60 миллилитров на жидкости у пациента дренировано, что привело к уменьшению симптоматики и создает условия вот в данном случае вы видите было смещение смещение срединых сторон небольшое было до операции до дренирования и видите фалькс серб мозга встал на место и это создает условия для выполнения пациента в последующей молочевой терапии. То есть мы уменьшили объем облучаемой зоны, что принципиально для радиотерапевтов и можем соответственно позволить человеку пройти радиохирургическое лечение. Также большой метастаз кистозный в данном случае у пациента грубая симптоматика в виде глубокого гемипареза, пациент лежачий, выполнено под ПДКТ дренирование этого метастаза, видите, воздух в зоне пришли вмешательства и пациент после операции на следующие сутки встал, да, гемипарез небольшой сохранялся, но тем не менее пациент смог встать на ноги и ходить, с учетом, что у пациента мелкоклеточный рак легкого и лучевая терапия это высокоэффективный метод в данном случае это создало условия для того, чтобы повысить его по шкале ЭКОК его функциональный статус и радиотерапевты соответственно взяли его на последующее лечение. Также есть возможность имплантации различных тренирующих систем, в данном случае имплантация резервуара ОМАИ, это такой некий аналог порта, но для внутрижелудочков, внутри мозговых полостей каких-то желудочков мозга такое вот кистозное новообразование у пациента с раком пищевода лечено и обучено уже ранее выполнена намечена трасса соответственно под рентгеноскопией сейчас будет видно выполнена имплантация это мягкий силиконовый катетер с мандреном небольшого диаметра выполнена имплантация его в полость ну там правда здесь трасса не отображается под рентгеноскопией так вот у нас было итоговое положение катетера мы немножко перелетели за целевую трассу и под рентгеноскопией вот на правом видео вы сможете видеть мы немножко подтянули катетер тем самым установив его в нужную нам точку вот тренированный метастаз положение системы удовлетворительно полностью однократно оттуда откачивалась жидкость у пациента через несколько месяцев когда она снова накопилась и катана прослежена по моему 9 месяцев пациент чувствовал себя функционально хорошо но потом уже начал прогрессировать по своему основному процессу также установка шантирующей системы из нестандартных точек по нестандартным трассам с вовлечением нескольких полостей в данном случае пациент ранее оперированный по поводу глиобластомы правой теменной доли видите большая подстрекционная полость вот здесь следы наших манипуляций в скажем так при попытке дренировать эту всю ситуацию в условиях подкожной области мы пациент развивалась клиника острой гидроцефалии поэтому мы дренировали в таких условных перевязочных условиях пациенту небольшое количество ликвара для того чтобы облегчить симптоматику дальше под ПДКТ наметили трассу по которой необходимо используя старые фрезевые отверстия ранее имевшиеся и довольно глубокое расположение цель была попасть кончик нашего катетера находится в полюсе левого правого бокового желудочка по нестандартной трассе проведена была проведен вентрикулярный катетер соединенный шестирующей системой что привело к облегчению симптоматики пациента к корректному положению тоже пациент отслежен длительное время вся система работала удовлетворительно некое новое что мы начали делать в несколько месяцев ближайших это андреальное контрастирование это немножко на этом акцентирован показывал артерию сетчатки в данном случае это снимки пациента который обследован был у нас в институте как вы видите также довольно хорошая реализация артерии сетчатки что дает нам понимание что этот метод позволяет визуализировать очень мелкие сосуды и помимо того что мы можем найти мелкие сосуды при сравнении с так это вообще космическое разрешение это имеет для нас на самом деле значение при выборе места зоны биопсии головного мозга помимо того что мы применяем данную ситуацию просто для диагностики каких-то на образовании сосудистых в том числе на образовании орбиты мы используем это для интероперационной диагностики при выполнении стереотоксических биопсий в данном случае видите пациента с глиобластомой играет 4 две фазы фаза артериальная фаза паранхематозная видите какое обилие сосудов в узлах опухолевых и соответственно их часть паранхематозная дальше мы выбрали узел в котором наименее наименее фактически воскулиризирован для снижения вероятности кровотечения интероперационного и выполнили биопсию этого узла вот так они выглядят если немножко увеличить картинку очень хорошие качества визуализации позволяющие нам онлайн на столе понять конфигурацию опухоли в данном случае пациент с баклеточной лимфомой также видите это сагитальная проекция два крупных узла один в полюсе к переди бокового желудочка переднего рога левого бокового желудочка один ближе к таламусу пациент сейчас лечится кстати в клинике вчера показывали снимки его контрольные там лимфома к счастью на химиотерапии рассасывается и к слову о том что раньше нейрохирурги считали что лимфома это воскулярная опухоль вот это совсем не так в данном случае вот видите насколько она хорошо кровоснабжается и имеет свои определенные риски вот так снимки выглядела МРТ этого пациента то есть качество нашей картинки которую мы получаем но с помощью технологии ПДКТ оно ничуть не уступает МРТ исследованию также этот же пациент с лимфомой технология ПДКТ фактически интероперационного сканирования позволяет нам выявить интероперационное осложнение при выполнении биопсии было получено по игле поступающая кровь что привел к соответственно вставили внутреннюю иглу внутрь перекрыли просвет некоторое время ждали пока прекратится поступление крови по игле фактически гемостроспоряжатие топонирование и вот здесь видно на контрольном исследовании это ПДКТ интероперационное небольшой серп в виде крови фактически это лимфома которая свернулась внутрь при эстертической биопсии их нередко происходит и вот этот край отсвоившийся от мозга начал кровить вот к счастью смещение не наросло сделано неинтервальное исследование интероперационное и мы в общем были уверены что с пациентом все хорошо не надо нам бежать вести пациента на КТ и что хотелось бы сказать в конце сейчас ПДКТ на мой взгляд такая очень технология интересная и активно продвигающая любые интервенционные методики это технология позволяющая навигировать с помощью той же лазинавигации и присуществлять объективный контроль ваших вмешательств качество забора материала наличие осважения и так далее сейчас разрабатываются варианты всякие роботизированных технологий с применением том же биопсии а вот так вот эта картинка так нейросития видит стереотоксическую биопсию головного мозга мозг лежит отдельно и по типу дрели каким-то аппаратом биоптируется спасибо за внимание до встречи